Александр Головин. В 2019 году девушка по имени Светлана Белогурова обратилась в суд для признания актера. Александра Головина биологическим отцом ее дочери. Проведенный ДНК-тест показал полное родство ребенка и звезды качества. Оказалось, что Головин не желал платить алименты и отказывался признавать дочь. Его бывшей возлюбленной пришлось выбивать деньги с помощью закона. Митя Фомин. В 2017 году бывшая домработница светской львицы Ксении Мерц на всю страну заявила, что у ее хозяйки дочь от Мити Фомина. При этом Мерц состояла в официальном браке с другим мужчиной. Артист был уверен, что все это – ложь и провокация, поэтому настоял на ДНК-тесте. Ребенок на самом деле был не от музыканта. Вадим Казаченко. Ольга Мартынова, бывшая жена Вадима Казаченко, сообщила артисту о наличии у него сына. Вадим не поверил и заказал ДНК-экспертизу. В 2017 году обнародовали ее результаты. Родство между певцом и мальчиком составило 99,9%. Певец принял эту новость достойно, пообещал поддерживать наследника и помогать ему. Александр Серов. Александр Серов ни в какую не хотел признавать 27-летнюю дочь Алису. Чудом артист согласился на ДНК-тест в рамках передачи Андрея Малахова. К большому удивлению Александра, тест подтвердил отцовство. Спустя некоторое время в шоу появилась мать еще одного наследника Серова. Снова тест и снова родство на 99,9%. Спартак Мишулин. Вся страна следила за тем, как Тимур Еремеев доказывал свое родство с советским артистом Спартаком Мишулиным. Родственнику, появившемуся из ниоткуда, не рада была законная дочь Мишулина. Каково же было удивление семьи, когда генетики подтвердили родство Тимура с актером. Роман Клементьев. Звезда сериала «След». Роман Клементьев ушел из семьи, бросив жену и дочь. Актер случайно узнал, что бесплоден, а потому засомневался, неужели супруга родила от другого. Сначала в рамках шоу, на самом деле, установили, что бывшая Клементьева действительно ему изменяла, а потом сообщили, что дочь Юля Роману и впрямь не родная. Иван Рыжиков. Российский актер Иван Рыжиков не верил, что жена ему верна. В частности, он не верил, что маленький сын Толя был рожден от него. Долгие разборки в прямом эфире закончились генетической проверкой на родство. Выяснилось, что мальчик точно является наследником Рыжикова. Александр Абдулов. После смерти Александра Абдулова о себе заявили два внебрачных сына артиста – Александр Коваль и Сергей Шипотько. В рамках шоу «Пусть говорят» на Первом канале провели ДНКА-тест. Родства между актером и героями передачи не обнаружилось.